сегодня я расскажу вам еще одну интересную историю речь пойдет о книге 19 века и как эта книга может объяснить некоторые нелогичные вещи итак приступим и начнем мы немного с неожиданной стороны предлагаю вам всем посмотреть стрим на канале прото цивилизация я очень часто заглядываю на этот канал он интересен не только своими почти документальными съемками но и почти научным подходом михаила гейка михаил гейка не только показывает малоизвестные руины турции но и старается понять как это было сделано так вот не со всеми теориями михаил я согласен с некоторыми не согласен в принципе но это не мешает мне смотреть его документальные зарисовки из турции ведь он показывает весьма интересные вещи я не собираюсь не хвалить михаила не вступать с ним в перепалку я просто хочу попытаться объяснить те загадочные моменты которые он озвучивает это будет просто моя версия которую я никому не навязываю все мы люди все могут ошибаться но у меня возникла версия я думаю она имеет под собой некоторые обоснования и так четыре дня назад михаил на своем канале прото цивилизация провел весьма интересный стрим в котором с микроскопической точностью показывал поверхность старых античных бог весь стрим я пересказывать конечно не буду ссылка на стрим будет под видео я просто кратко перескажу основной смысл михаил уже не первый месяц изучает турецкие руины и он подметил очень интересную закономерность на блоках из турции почти всегда есть хаотичный рисунок виде борозды рисунок вроде бы случайный но он присутствует не только на античных блоках но и на стенах помещений вырубленных в скале как говорит сам михаил в своем стриме эти борозды сделаны не методом долбления а как будто какой-то скребок прошелся по мягкой поверхности на первый взгляд ничего необычного эко невидаль кто-то много зубцовым долотом просто нанес хаотичные насечки тем более такие инструменты и сегодня применяют в обработке камня вот слева на фотографии ручной инструмент справа насадки для пневматики берешь такое зубчатое долото и наносишь ударами такие узоры на блоки так-то но так ну как я говорил раньше михаил у нас очень дотошный исследователь и своих роликах он не раз показывал насколько твердая поверхность у античных блок михаил чем только не пытался их поцарапать он использовал молотки и топоры и зубила различного качества результат был почти всегда один молотки и топоры быстро тупились а на камне оставались только микроскопические следы я ничего не выдумываю все это есть в роликах на канале прото цивилизация и тут как бы мы попадаем в логический тупик в турции есть сотни тысяч тонн блоков с обработанной поверхностью но их поверхность настолько твердая что об нее моментально тупится даже современная сталь то есть для получения такого рисунка ударная техника не подходит на обработку только одного блока будут уходить не часы а целые дни тем более сам михаил так и говорит что складывается ощущение как будто мягкую поверхность без усилий строгали то есть снимали стружку каким-то инструментом вот я нашел что-то похожее это мини рубанок по свежей глине конечно мог выглядеть немного по-другому но таким рубанком очень удобно выравнивать мягкие поверхность так вот михаил своем стриме высказал мысль что блоки как будто без усилий строгали это конечно многих наведет на простой вывод что эти блоки не природный камень а вариант бетонных технологий то есть блоки могли отлить форму а затем по не набравшие твердости поверхности пройтись вот таким рубанком мне кажется версия с отливкой весьма логично но михаил версию с отливкой напрочь отвергает может он в этом и прав и даже скорее всего про вариант с отливкой подходит для блока но не подходит для помещений вырубленных в скале такие помещения он тоже показывает и на стенах мы видим все тот же хаотичный рисунок блоки отлить форму конечно можно но отлить целую гору наверное нет то есть рисунок на поверхности есть и выглядит он как работа по мягкому камню но это не вариант бетонной отливки тогда что это вроде бы мы зашли в тупик но вот смотрите что я нашел в книге 1815 года да и хочу сообщить тем кому интересно бумагу из книг что мне прислали я отправил на анализ так что скоро будет известен результат так вот книги под названием искусство и ремесла это аналог энциклопедии начала 19 века здесь описанные технологии производства бумаги кирпича про кирпич весьма познавательно статье пытаются объяснить технологию производства кирпича и обращают внимание на то что качество древнего кирпича было очень высоким древнего это с позиции человека жившего в начале 19 века и в этой статье пишется чтобы добиться такого же качества как у старого кирпича кирпичи следует выдерживать в печи от 20 до 25 дней в общем про кирпич очень познавательно но сегодня не об этом на странице 284 размещена статья о карьерах то есть о том как добывали камень в мраморных и других карьерах франции и есть тут очень интересная строка читаю когда камни вынимают из карьера они на ощупь очень мягкие но твердеют на воздухе можете сами перевести текст эта книга из 1815 года дату конечно можно оспорить и это покажет анализ бумаги но в любом случае эта книга напечатана в 19 веке возможно в начале возможно в конце 19 века но это другая история здесь интересен сам факт упоминания мягких камней из карьера речь идет о мраморе то есть мраморные блоки были еще мягкими конечно не мягкими как пластилин они были мягкими как блок из мела то есть их поверхность не была твердой ее можно было строгать сверлить не прилагая усилий делать изящные скульптуры не используя ударную технику со временем под действием воздуха поверхность мрамора твердела ее скребком уже не взять давайте теперь просто предположим что мраморные горы турции это не камень которому миллионы лет а это отвал которым 500 лет то есть достаточно свежие образование то есть 500 лет назад в результате какого-то события на территории турции образовались мраморные отвалы в виде гор и холмов отвалы еще свежие мрамор еще не набрал прочность под действием воздуха и других незавершенных химических процессов то есть эти горы были очень мягкие как мягкий известняк в эти места пришли люди и с помощью достаточно простых инструментов вырезали пещеры в этих горах делали из этого нетвердого материала блоки строили из этих блоков города затем в течение десятков лет мрамор в горах набрал твердость и его стало очень сложно обрабатывать поэтому стало меньше построек из такого камня и перестала встречаться очень тонкая работа пока вот например такие тонкие перемычки между бусинами которые почти невозможно сделать ударной техникой по твердому камню вот если поверхность мягкая как гипс то их можно вырезать резцом посмотрите подробно про эти элементы на стриме у михаила мягкие горы звучит конечно фантастически и опровергает теорию современной геологии ну во первых в книге 19 века так и пишут камни добывали из карьера еще мягкими и они твердели на воздухе во вторых это объясняет те вещи о которых рассказывает михаил он сам предположил что такие следы можно сделать по мягкой поверхности снимая стружку и при этом сам доказал что поверхность блоков сегодня очень твердая и и почти невозможно обрабатывать даже используя инструменты из современной стали и здесь дело даже не в том что с помощью зубила выровнять поверхность а в том что следы которые показывает михаил не подходят для выполнения ударной техники это должно быть что-то типа строгания или резьбы по мягкой поверхности и вот что у нас получается если во франции начале 19 века добывали еще не затвердевший мрамор то мраморные горы турции не такие древние как уверяют геологи им всего лишь несколько сотен лет на этом все смотрите мой канал а и Субтитры создавал DimaTorzok